Короче, начала на горячую линию звонить. Сигнализация включена, и внизу люди стоят уже полчаса. И меня это так просто на слезу пробивает. Я аж прям не могу, думаю, как это трогательно. Та-да-да-дам, та-да-дам! Фотосессия сегодня у меня будет. Всем доброе утро! Ой, у нас погода какая-то прям тёплая сейчас, не знаю. Мне кажется, плюс 10. Реально. Вчера было плюс 5, было похолоднее. Сегодня, наверное, плюс 10. Мне очень нравится наше утро. Чем и шла? Чем и мой заводчик? Давай ручку. Ой, выходные у нас были классные. Мы были в банке, в бассейне, в инстаграме, девочки. Всё это выкладывала, потому что некоторые события мне нужно разделять. Что-то во влог, а что-то в инстаграм. Поэтому, если не подписаны в инстаграм, обязательно подписывайтесь. Там информация та, что во влоге, например, нет. Сейчас надо уже спать. Вообще, у меня сегодня какой-то такой был день. Немного, знаете, такой эмоционально ответственный. Я такая напряжённая сегодня была, потому что я с утра встала, мне нужно было одно видео публиковать, очень важное. И ещё одно видео снять и смонтировать, тоже очень важное. И ещё одно видео я сняла, очень сложное. И, короче, сегодня какой-то день такой был. В итоге я никуда не выходила, собрала посылки девочкам. Завтра утром поеду. Завтра утром поеду, отправлю посылки. И ещё мне курьер сегодня, блин, звонил. Какая-то посылка. Я не знаю, какая. Но я жду некоторые посылки, но не знаю, какая из них. Звонит мне курьер и говорит, типа, на такой-то адрес. Я говорю, а можете на другой адрес прислать? Он такой, ну это я другому курьеру передам, он вам позвонит. Я говорю, хорошо, говорю, но если он не может мне сегодня прислать, то лучше вы тогда её возьмите, и я приеду туда, куда надо. Он, куда я вас понял, короче. Никто мне не звонит целый день из курьеров. До этого курьера я не могу дозвониться. Ему раз звонила, два, потом уже под вечер звоню. Он говорит, пропущена. Я говорю, здравствуйте. Я говорю, а где моя посылка? Он такой, что не звонил никто? Я говорю, нет, не звонил никто. А, ну тогда вот уж завтра, послезавтра будет. Я говорю, в смысле? Где моя посылка? Короче, начала на горячую линию звонить и переадресовала её сейчас на почту, чтобы приехать и забрать с почты. А это в течение двух дней тоже, может быть, трёх, короче говоря. Посылка у меня просто из Финляндии. В общем, ну ладно, я была сегодня очень занята, поэтому не взбесилась. А так бы я, блин, взбесилась бы. Вообще нормальный человек. Передал курьеру, который мне не позвонил. Сказала же, что я приеду, если он не может. Так, всё, девочки, надо идти спать. Как бы не хотелось. Кстати, я сейчас смотрю сериал «Королева красоты». У меня сейчас седьмая серия. Сериал мне нравится, он русский, наш. Я прям верю героям, верю. А хотела посмотреть сериал, который мне в прямом эфире рекомендовали Лина. И девочки писали, что прям отвал башки пишут. Называется «Отыграть назад». А его нету на Netflix, я не увидела. На Иви тоже нету. Короче, на моих вот этих платформах, где я смотрю. Я просто в интернете набрала, но через телек смотреть неудобно. Он тормозит, короче, и что-то вылетает всё время. Это либо на компьютере мне надо смотреть, либо я не знаю, что делать. И я поэтому начала смотреть «Королеву красоты». На том же месте, на этом скрипучем стуле. Хотела сказать, кресле, столе. Короче, я проснулась. Сегодня практика должна быть первая. Никак не состыкуемся. В тройках у нас практика коучинга в первый раз. Я немного переживаю, потому что у меня в голове ещё вот так вот всё. Но вроде делятся впечатлениями девочки, кто прошёл. Говорят, что всё прошло легко, на одном дыхании. В общем, посмотрим, как у нас всё выйдет. Короче, мне некогда болтать с вами. Кристинка ещё пишет, в гости хочет. Да, надо посмотреть. И чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё-чё? Я делаю кофе сейчас, беру его с собой, походу, и еду. А ещё посылка сегодня должна прийти. А, ещё две посылки на почте. Всё, поджал. Поднялась пешком домой. У нас сигнализация работает. Я пришла, блин, с одной коробкой, тяжёлой, с пакетом. Сигнализация включена, и внизу люди стоят уже полчаса. Позвонила на охрану. Они говорят, какой-то сбой системы, короче, там ничего страшного. Я говорю, Далифс когда заработает? А там кому-то на 20 этаж. Они такие, не знаю, тут там пожарники, они там что-то там со своей системой. Я решила поехать, фу, пойти пешком. Боже, просто отвал. Вот такой спортсмен, крутой. Ох, мои хорошие. Вечерок-вечерочек, время начала 12-го уже. Денечка спит давно. Я досмотрела сериал, наконец-таки, «Королева красоты». Понравилось мне, понравилось. В таком стиле нашем, российском. Ну, мне нравятся такие фильмы, сериалы. Вот, надо найти что-то новенькое посмотреть. Сегодня ещё не говорила, по-моему, в Инстаграм сказала, вам не сказала. Здесь не сказала, точнее. У меня сегодня была первая практика. Первую практику. Я была в роли коуча. Работала с конкретным запросом. Очень необычный опыт, прям такое ощущение, как, знаете, какой-то, как-то сказать, что ли, какой-то барьер, что ли, прошёл, да? Вот как будто как вот барьер прошёл. Вот. И ты как будто окунулась немножечко в это всё. Вот как в холодную воду. Потому что страшно было, честно говоря, практикум первый. Думаешь, блин, с чего начать, а как, что? Оказалось, всё на месте, уже всё довольно-таки, ну, как бы я вижу, что просто всё, да? Просто нужно это на себя как-то намерить вот так и немножечко отработать навыки вот эти все. Вот. А в целом мы все, в принципе, неплохо справились. Вот. Но я собой горжусь прям, честно говоря. То есть я не могу сказать, что первая сессия прошла как-то там это. Я как бы всё довольно-таки правильно сделала. Но когда смотрела, как делают девочки, я заметила, что думаю, так, вот это я упустила, вот это надо сделать, вот это, вот это. Как бы очень переживала, нервничала. Вот как будто я не знаю, я даже не знаю, с чем сравнить, что я так переживала. Я вся покраснела, меня в жар бросила. Такая сильная концентрация была, очень много энергии забрала вот эта сессия. У нас она была небольшая, там 20 минут мы закладывали, да? Но всё равно такая концентрация, такая какая-то ответственность. Всё-таки ты работаешь с человеком, с его запросом, да, вот как-то. И я когда вышла оттуда, я там так сильно концентрировалась, что когда мы закончили, попрощались, и просто такая села. И понимаешь, я мозги в кучу не могу собрать. Они у меня сразу такие, от такой концентрации вот так. И я такая, просто, просто, что сейчас произошло вот на одном дыхании как-то. Короче, мне понравился этот опыт, но мне кажется, уже с каждым разом всё будет легче и легче. Уже реально пойдёт отработка навыков. Поэтому я очень, очень рада, мне очень нравится учиться в этом институте. Завтра у нас будет мастер-майнд. Мы прорабатываем себя. Буду говорить, что я сделала за эти дни, которые я брала себе в работу. Вот у меня есть цель, к которой я иду. На протяжении всего обучения, через 4 месяца, я поставила себе кое-какие цели. И мы на мастер-майндах работаем с этими, с моими целями. Вот, потихоньку идём к моей цели. То есть к концу обучения у меня должен быть результат. Вот, я потихоньку к нему иду. Ставлю себе задачи, их выполняю. И вот на мастер-майнде мы обсуждаем, что я выполнила, что не выполнила. Вот, и так далее. Я, кстати, забыла записать. Или я записала и потеряла этот листочек. Что мне надо было выполнить? Вот. Но за нами записывают всё. Я думаю, мне напомнят. А я уже скажу, что смогла, что не смогла. В принципе, я иду в нормальном режиме. Всё делаю. Я думаю, всё будет. Во всяком случае, пока я начала прорабатывать сейчас свою финансовую сторону, какие-то задачи поставила, у меня открылись просто невероятные возможности, где конкретно уже сейчас можно брать денег. И я уже в этом месяце заработала, благодаря этим инсайтам своим внутренним, уже заработала денег. Нормально. Я думаю, блин, что я раньше так не делала. Вот. Поэтому открытия появились, и деньги уже пошли. Вот. Но у меня запрос, я его скорректировала как раз. Потому что если таким темпом, то да. Но мне нужно в другом. Мне нужно из узкого момента брать деньги. То есть мне там нужно увеличить доход в определённом месте. Вот. А все остальные это потом. Короче говоря, всё очень весело и интересно. Я, наверное, пойду отдыхать. Сегодня был такой насыщенный день. Пойду отдыхать. Спокойной ночи. Всем доброе утро. Сегодня у нас какая-то, видите, мокрый асфальт. Как будто был дождь. Но я что-то дождя не помню. Короче, влажно. Ветра нет. Погода тёплая. Мне кажется, вообще градусов 10, наверное, на улице. Где, как всегда, тепло оделись, чтобы не замёрзнуть. Конечно, погода очень контрастная в Ростове. От того, что сейчас так комфортно и классно до... Здрасте. До того, что будет холодно, ветер и снег с дождём. Вот к этому я ещё привыкнуть не могу. Не знаешь, как одеваться. Короче, идём в садик. Та-да-да-дам! Та-да-дам! Боже, какая гордость меня охватывает за себя, когда я дома уберу всё. Помыла, кстати, фасады. Да, кто спрашивает... Вот помыла девочки, вообще даже без... Ну, я их нехорошо помыла, да? То есть, ну, они не очень пачкаются. Вот кто спрашивает про белую кухню, белые фасады. Как часто тебе приходится там их мыть? Стирка закончилась. Я ещё и стирку запустила. Вообще, молодец. И я говорю о том, что я их вообще практически не мою. То есть, если вдруг я, ну, там, решила тряпку уже в руках, у меня пыль вытираю, я просто прохожусь даже тряпкой без мыла. Если с мыла пройдусь, то всё сразу уберётся. А я просто вот, просто мокрой тряпкой прохожусь, и убирается 90%. Если осталось, то 10% где-то осталось. Я и холодильник помыла, вот так прям прошлась вот по фасадам. И это заняло вот реально 5 минут, девочки, 5 минут. То есть, я ничего не тёрла даже. Вот. Помыла посуду два раза, запустила стирку, потому что накопилось очень много, всё поубирала, короче. Вот. Ну, там угол мой, как бы, это подар... Ну, здесь ничего не поубирала, потому что компьютер Кристина всё время приезжает, я его не прячу никуда. Вот эти подарки скоро поедут к девочкам. Розыгрыш уже закончился. Да, закончился уже, скорее всего, когда я снимаю это видео, да, закончился. И здесь будет ёлка. Скоро уже, я думаю, в следующих видео уже будет. Новогоднего настроения пока что у меня особо нет, я его особо не чувствую. И у меня нет времени совершенно эту ёлку наряжать. Я чем-то другим занята, что-то более важное попадается. И я вообще хочу, ну, как бы, даже к Новому году, может быть, к Новому году мне хочется прям вообще уголочки все разобрать в квартире. Вообще, я прорабатываю с коучем сейчас вот этот вариант уборки. То есть, у меня цель, чтобы ко мне уже приходили люди и убирались. Но для этого, как я уже говорила в предыдущих своих, мне нужно каждой вещи найти свое место. Чтобы, ну, как бы, вообще хотелось бы, чтобы когда люди пришли убирать, да, они понимали очевидно, что эта вещь лежит здесь, а эта здесь. Чтобы они меня не спрашивали, не дергали. Конечно, может быть, первый раз придут, они будут спрашивать какие-то моменты. Но не так, что мне там нужно разобрать целый шкаф, понимаете, для того, чтобы что-то сказать. Я хочу все уже разобрать, повыкидывать много чего. У меня еды просрочки очень много, да, там в шкафах надо разобраться. И косметики очень много, которые надо разобраться, что-то повыкидывать. Ну, короче, не считая балкон, везде надо подубрать. И я каждый раз вообще считаю подвигом, когда я что-то сделала. Сейчас я убрала одну зону, и я прям чувствую себя вообще, как будто я, знаете, в другой квартире нахожусь, понимаете. Какая чистота, вдохновение, гордость за себя, как будто я какая-то в лакшери, лакшери, понимаете. Сделала себе кофе, погрела себе сырничек, завтрак у меня. Сейчас такая буду пить, тра-та-та, монтировать видео. Короче, чувствую себя великолепно, когда уберусь. Сегодня был мастер-майнд, прошел. Сегодня больше слушала девочек, которые были на мастер-майндах. И вообще смотрю, что сейчас очень популярно и востребовано и актуально вести свой инстаграм. И для любого бренда, для любого человека, который развивает свой бизнес или себя, да, там, как эксперта какого-то, очень важно вести свой инстаграм и говорить о себе, заявлять о себе, как минимум просто показать себя, показать возможность того, что он умеет, знает, что он может дать. Ну, для поиска клиентов, да, как минимум. И я заметила, что у многих на самом деле с этим делом проблемы, с введением инстаграма, да. Я не говорю уже о ютубе, инстаграм, кажется, проще, да, вроде бы фотографии, сторисы короткие, а ютуб это целое, тадам, видео сделай, смонтируй, да, там, обложку сделай, да, там, обложку сделай, то есть всё не просто, монетизация, все эти дела, рекламодатели, всё же так сложно. Вот, ну, на самом деле, не всё так сложно, как кажется, да, особенно, когда мы в чём-то разбираемся, всё становится очень просто, вот. И уже не первый раз я слышу, что хотят люди моей консультации, очень хочется пообщаться, узнать, чтобы я посоветовала, да, как эксперт, можно сказать, человек, который ведёт свой инстаграм, с чем я сталкиваюсь, что лучше вести, с чего начать, что снимать, что не снимать, в общем, такие простые довольно вопросы, да, как продвигаться, что эффективнее работает. Конечно, в этом во всём нет предела совершенству, и мне тоже можно пойти и закончить какие-то курсы по чему-нибудь, да, но в целом я не обращаюсь ни за какими курсами, ни по продвижению ютуба, ни по продвижению инстаграма, потому что я считаю, что я, в принципе, ну, всё знаю, что можно в этом знать, да, и всё использую, не, не всё использую, потому что не всё мне подходит в использовании, да, потому что какие-то вещи, они могут быть очень крутыми, очень классными, но они либо стоят денег, нужно найти эксперта, да, и заплатить ему, либо если я буду делать это сама, я умею это делать сама, то это будет очень трудозатратно, да, это что касается инстаграм, и время затратно будет, да, для меня на первом плане ютуб, вот, и, ну, короче, в общем, каждый свой аккаунт, каждый свой канал, если он его имеет, и вообще всю свою жизнь подстраивать от себя, правильно, то есть я человек не такой скурпуриозный, да, то есть я не перфекционист в каких-то вещах, для меня главное делать и любить то, что ты делаешь, вот такие критерии, поэтому этим я основываюсь, но, короче, заметила, что люди хотят знать, хотят перенять опыт, хотят, чтобы я им поделилась, так что я предложила свои услуги как человека опытного, решила собрать группу, вот, и она быстро очень собралась, людей, которым интересна эта тематика, кто бы хотел получить консультацию мою, да, как я веду, чем пользуюсь, и ответить на вопросы, которые больше всех беспокоят людей, вот, и это будет моя такая первая группа, первая группа, вот там, за подушкой, посмотри, подушку подними, и это планируется моя такая первая группа, где я проведу такой групповой видеоформат встречи, где отвечу на вопросы и поделюсь своим опытом, вот, я не, ну, как бы, я не нервничаю, я абсолютно не переживаю, потому что я знаю, что я в этом во всем знаю довольно много, вот, и опыт у меня хороший, и я умею вдохновлять, короче, к чему я это все так долго рассказываю, к тому, что у меня такой будет первый опыт, посмотрим, как все это дело пройдет, и если мне понравится, нет, главное, если понравится, будет хорошая обратная связь, понравится, как я проведу все это дело, то тогда я запущу это в инстаграме, и в ютубе, и будет возможность сделать вот такую вот видео-встречу и с вами, с желающими, кто давно хотел начать вести свой инстаграм, кто не знает, с чего начать, да, там, ну, то есть куча разных вопросов, да, а может быть, кто-то ведет, но не получается, почему не получается, тоже можем это обсудить, что мешает, в чем страх, да, просто есть какие-то стереотипы, есть какие-то внутренние убеждения, которые могут мешать, на самом деле, начать снимать определенные вещи, да, вот, в общем, вот такие вот шаги мои хорошие, будет вот такая пробная встреча, и после нее будем смотреть, я не знаю, в каком формате это еще сделать, я, ну, мне нравится видеоформат, чтобы были непосредственно люди, которых я вижу там, да, вот, либо, либо это может быть как, типа как прямой эфир, закрытый какой-то, да, ой, слушайте, может, правда такой закрытый прямой эфир сделать? На ютубе, например, можно закрытый прямой эфир сделать, но я ни разу не делала закрытый прямой эфир, может быть, попробовать как-то, это было бы интересно, надо об этом узнать, потому что, да, чтобы мне писали, а я отвечала, не обязательно все время вот эта обратная связь, Ну, когда небольшая группа, может быть, там, 5 человек, может быть, 10, да, то вполне можно было бы такую. А если будет больше людей, то, может быть, в варианте такого вебинара, вот, это сделать все. Короче, вот такие перспективки нарисовались, причем вообще, честно говоря, девочки, чем больше я провожу прямые эфиры и вижу ваши вопросы, и мне хочется каждой как-то помочь прояснить ситуацию, да, когда идут вопросы, и я знаю, как это делать, знаю, как это сделать профессионально, и хочется как можно больше охватить людей, и ценники не хочу дорогие ставить, хотя, ну, нам говорят, что нужно ценить себя и, как бы, бесплатно ничего не делать и так далее, ну, то есть, ну, это правда так, оно просто не работает, если это бесплатно достается людям, да, то есть какая-то ценность всего этого должна быть, вот, и, короче, мне понравилось в группах, вот я смотрю, что мне нравится в группах, да, когда я введу прямые эфиры, я очень кайфую, когда вас много, когда есть вопросы, есть обратная связь, ее много, чувствую какой-то масштаб, нравится мне, вот, ладно, короче, я сказала, да, я Даньку привела домой, а, еще, знаете, сюрприз какой, я смотрела сериал «Потерянный в космосе», вроде один, второй сезон, вроде и третий сезон, мне кажется, я все сезоны посмотрела, когда я набрала, там нечего было смотреть, ну, думаю, ну, все, ждем тогда новый сезон, и вдруг я сегодня захожу на Netflix, смотрю, типа, новые эпизоды, такая, в смысле, ну, какая-то новая серия, захожу, а там целый третий сезон выложили, представляете, я такая думаю, вау, и только начинаю серию смотреть, и опять с первых пяти минут у меня уже прям на слезу пробивает, думаю, да что это за сериал такой, и на моменте пробила на слезу, когда, короче, есть там отрицательный персонаж один, и, типа, она все время гадит, гадит, а потом что-то в ней просыпается, она вроде хочет быть добрая, и она начинает, раньше против кого она там была, она начинает проявлять какие-то там добрые дела, и вот это вот ее осознание, и ее вот это вот какая-то, может быть, даже где-то бескорыстная вот эта вот помощь, или не бескорыстная, а, знаете, просто с желанием помочь, не для чего-то ты это делаешь, для какой-то своей выгоды, сейчас я вот это вот сделаю, да, чтобы потом мне вот это или проманипулировать, нет, она все помогает, потому что она хочет помочь, Потому что у меня какое-то доброе, светлое чувство внутри возникло. И меня это так просто на слезу пробивает. Я аж прям не могу, думаю, как-то трогательно, когда вот так все происходит. Короче, я в афиге, в радости, что еще целый третий сезон у меня. Крошечки мои, всем привет! Решила болтологический влог разбавить вам немножечко фотосессии. И сегодня день новый, фотосессия сегодня у меня будет. Мне предложили девочке пофотографироваться в каком-то стиле необычном. Голливудской дивы на современный лад что-то. В общем, у меня, оказывается, все платья уже такие крутые. Все, закончились, нету. Я взяла пару платьев, еще они подготовили какое-то платье. В общем, они вообще всю организацию на себя взяли. Студия, макияж, прическа, фотограф, платье нашли, аксессуары. Я взяла только обувь и пару своих платьев. Ну и немного аксессуаров, которые у меня там были. Вот, снимаю вам на телефон, потому что я немножко расстроена сейчас, потому что я взяла камеру. Вот она, честно взяла камеру, заряженная. Но я забыла карту памяти туда вставить. Вот, я сегодня так по-свежему одета, по-новенькому. Ботиночки новые одела. Надела, одела. Вот они, мала. Не очень люблю, честно говоря, снимать... Не очень люблю снимать на телефон, потому что... Начинаем. Потому что это не айфон. Шучу. Нет, потому что у меня не... Давай, вспоминай. Давай, Селена, давай-давай-давай, нам прикидем. У меня моя программа не читает видеоформат какой-то, я не знаю. Именно надо было намазать, блин. Нету даже у меня. Или есть. Смягчить хотя бы. Смотрите, губы вообще не накрашенные. Татуаж. Красивый цвет. Только я их не смягчила. Я вообще не накрашенная. Я искупалась и все. Короче, моя программа не читает формат вот этих видео, поэтому прежде чем мне начать монтировать, мне нужно это все скопировать, загрузить в программу, прогнать все видеофайлы через нее, и только потом буду я монтировать, смогу монтировать. Вот. В общем, немного поснимаю здесь, посмотрим, что там за студия такая. И вот так вот. В инстаграме потом увидите фоточки. Инстаграм мой вот здесь, вот тут. Или вот тут. Не помню. Ох, девчулечки, это было весело. Я ничего вам там не смогла снять, блин, потому что я пришла, уже ждала девушка, которая делала мне укладку. Уже немножко так все разветывалось. Вообще у меня такое было. Голливуд прикольно. У меня такой прически еще ни разу не было, я не помню. И все, она мне начала делать. Потом пришла фотограф, и потом, короче, случился форс-мажор, и мейкапер, человек, визажист мейкапер. Я не знала, как это по-русски, мейкапер. Короче, она там попала в страшную пробку, ехала с другого города, и, короче, мы остались без макияжа. Самое интересное, что ни у кого не было ничего просто. Мы уже у администратора попросили, что-то там было. Ну, у фотографа было что-то. Вот я ее-то анаком, кстати, накрасила, но у нее темное лицо, ну, такое вот тональное, которое как-то подстроился вроде под мою кожу, более-менее. Вот, короче, там тенями светлыми под глазами делала. Потом визажист с другого зала вообще тушь нам дала. Ну, у нее там не визажист просто, а просто вот у нее своя косметика была. Там вот у нее хоть тушь была, потому что туши вообще нигде не было. Стрелки уже не стали экспериментировать делать, хотя хотели, чтобы были стрелки. Я говорю, ай, у нас время еще из-за того, что мы там ждали, да, уже мы только, короче, у нас час один был на съемку, а вместо этого 50 минут только получилось. Короче, мы там все быстро-быстро. Два образа отсняли в белом платье и в моем, и в черном, которое принесла фотограф. Но я смотрела фотки, исходники, и мне кажется, что очень крутые фотографии получились, несмотря на то, что вот так у нас все произошло, и с макияжем просто я сама красила себя вот так, и какая помада там была, такой накрасила. В общем, было весело, все было спонтанно, и просто вот я сейчас выхожу, начинаю вам снимать, и понимаю, что я ничего там не подсняла, ни девочек не подсняла, ни зал не подсняла. В общем, это все вы уже увидите в сторисах, будут бэкстейжи, будут прикольные видюшечки, потому что девочка специально приходила, она там для рилсов тоже прикольные видео снимала. Вот, а я для ленты хочу красивые такие видео. Короче говоря, сейчас мы едем домой, у меня сейчас еще будет коуч-сессия, есть моменты, которые бы хотелось с ней проработать. Вот, и еще мне нужно, блин, сидеть сейчас, и ваши эти заявки все, уже сегодня прямой эфир должен быть, а заявки нужно все принять с этого конкурса. Зато красиво буду в эфире сегодня. Та-дам! Все, я взяла свою камеру, вставила флешку, все, прибежала домой, у меня есть ровно час до коуч-сессии, я сейчас быстренько поем и сяду просто записывать, раздавать вам номера. Получается, что только после коуч-сессии я смогу провести эфир, но только в случае того, если я успею всем раздать номера. Вот так вот. Так что сейчас я ем, грею куриный супчик. Переоделась чуть-чуть в домашнюю, говорила, не говорила. Сейчас прошла у меня коуч-сессия, вот, был у меня некий запрос, все с этим, этот запрос, короче, все, как этот, вопрос закручен, закрыт, внесли ясность, все, меня все устраивает, все хорошо. Вот. Будем смотреть, какие вообще у меня сейчас, знаете, такой порядок какой-то в голове, реально. Просто когда есть человек, с которым ты можешь проработать все свои запросы, ты просто, ну вот, сидишь, и ты, что, вот, какой у тебя запрос, что бы ты хотел обсудить? И ты вот за что не возьмешься, а у тебя здесь все ясно, все хорошо, тут все понятно, все хорошо, у тебя нет запросов, у тебя как будто чисто все. Есть просто инструкция, что ты должен делать, и все, какие, какие запросы, какие вопросы, и от этого какое-то ощущение внутри, порядка происходит. Вот, поэтому не будем долго базарить, будем продолжать работать. Фух, солнышки, пришли мы с Денечкой домой, что-то я какая-то в недоумении сейчас, я провела прямой эфир, все, розыгрыши, тут у меня куча номерков всяких этих валяется, надо сейчас все записать отдельно, выигрышные номера. Кто еще не смотрел, то посмотрите прямой эфир, он уже в доступе, вот, там я вначале нарезаю номерочки, а потом провожу розыгрыш, и я разыграла три бокса этих, и еще блокнотик со своим автографом, и еще косметичку, вот. А потом у нас были розыгрыши, кстати, классная идея, мы ее будем делать в следующих эфирах, когда мне загадывают песню, и неважно, знаю я эту песню, наши обычно там споют что-нибудь, я такая, не, я эту не знаю, или еще что-то, а здесь прикол в том, что я должна, ну, как задание было мне, спеть песню, и неважно, знаю я эту песню или не знаю, как знаю, как умею, так и спою. И, в общем, одна была песня, которую я знаю, я ее спела, ну, без музыки просто, акапелла, один куплет, один припев, а вторая песня, ворум, девочки умеют, я ее ни разу не слышала и не знаю, но я открыла текст, и спела куплет и припев, так как я, так как вот я думаю, вдруг она так поется, ну, короче, наложила свой мотивчик, это так было смешно вообще, я ее хохотала, не могла остановиться. И я думаю, Анжелика ворум, если такого услышит, ни о чем, у меня бодренько получилось, весело, там ближе к концу эфира. Девочки, подводим итоги нашего блога, наших дней последних. На самом деле, я так вот смотрю, в основном сейчас у меня, получается, болтологические видео какие-то, потому что, ну, потому что, что-то я никуда не выхожу, нигде не гуляю, я в основном сейчас работаю-работаю, вот как-то так получается, и даже сегодня, видите, я вышла, думала, прикольно что-то сниму, в итоге, просто с этой камерой, телефоном, не получается, не получилось точнее, вот, поэтому, но я для вас разрабатываю новый контент, вообще, я должна была завтра свекровь красить, но мы были не так давно в бассейне, что-то она там ударилась, вот, что-то плохо себя чувствует сегодня, поэтому мы отменили на завтра ее окрашивание, вот, сама я краситься не буду сейчас, потому что у меня укладка такая, я не знаю, сколько она протянет, столько протянет, но вообще все, я уже еще одна девочка мне написала, которая с Лондой знакома, вот, и я как раз хотела, думаю, не буду я сейчас, наверное, перед Новым годом, экспериментировать с порошками, со всеми делами, я, наверное, все-таки покрашу корни, попробую, я прям так сама хотела, она мне как раз написала, только единственное, что она говорит, бери на 12%, вот, бери на 12%, в твоем случае, мне нужно брать 12% оксид, и вот этот 12,61, который я люблю краску, вот, один к двум надо покрасить, и я хочу взять и корни покрасить, и на желтое зайти, и мне интересно, что с желтым сделает, может, прибьет чуть-чуть, вот к этой полоске светлой, у меня здесь светлая полоска такая, да, она не сильно выбивается, но не очень короче, и вот я хочу, я думаю мамочку позвать, чтобы она мне, она же будет видеть, где она красит, до белой полоски, до этой покрасит, вот, ну и поболтаем с ней, заодно чайку попьем вместе, время проведем, такие дела, поэтому я думаю, что я маму в ближайшее время, наверное, на следующей неделе, сейчас напишу ей, кстати, чтобы она была готова, вот, и покрашусь уже, в понедельник у меня маникюрчик, я думаю сделать что-то красное, на самом деле я давно уже хотела сделать что-то красное, но почему-то, ну я думаю, к Новому году отложу, к Новому году отложу, потому что я хочу Новый год встречать, наверное, не знаю, короче, еще до конца, но чего-то лежит у меня пока что, на сегодняшний день, какое-то красное платье, какое-то яркое платье, ну не розовое, розовое он как-то более не то, может уже поднадоел, а вот красное, хочу красивое красное платье, вот, у меня его нету, кстати, но я почему-то его вижу, в своей голове, не знаю, либо чёрное какое-то красивое платье, но чёрное я заказала уже на Шейн, одно красивое платье, если оно придёт, будет клёво, я бы в нём отметила, а если у меня будет возможность приобрести платье красное, то я приобрету красное, и вот мне кажется, год тигра, да, у нас будет такой огонь, мне кажется, у меня ассоциируется с огнём, тигр, я не знаю, у вас с чем тигр ассоциируется, и что-то мне кажется красное, оранжевое, яркое, ну, зелёное, может быть и зелёное, в принципе, яркое какое-то, ну, короче, яркое, яркое, такое огненное, пёстрое, что прям огонь, пожар, ну, короче, красное самое то, короче, для Нового года, на мой взгляд, и я очень хочу красное, хотя и белое подойдёт, потому что у меня, например, белые тигры, да, из фикс-прайса висят, там очень красивые, умиротворённые, но это такое, знаете, более спокойное, это вот более спокойное, у кого так на душе всё спокойно, у меня на душе пожары, огни, я вся такая везде, везде, у меня всё включено, локаторы, короче, ну, куча идей, куча всего, событий, на самом деле событий очень много разных, просто я не обо всём могу говорить здесь, и я вроде бы сижу дома, да, вот так вот, и говорю, ну, я никуда не выхожу, но процессы происходят внутри меня, в моей жизни, вот, так что и поэтому мне хочется красное, как такое, что-то говорящее, в белом, наверное, как-то спокойно, ну, такие дела, в общем, ладно, крошки мои, я с вами прощаюсь, вот, новый контентик, кстати, есть у меня идеи, что для вас снять, вот, я уже даже нашла, что снимать, просто надо собраться и снять, вот, все это будет, ёлку наряжать, всё, я пытаюсь, пытаюсь, вот, я прям все в записи, всё время достать ёлку, достать ёлку, я просто даже не помню, где она лежит, скоро достанем, может быть, даже и на эти выходные достанем, и с Денькой её нарядим, и снимем, такие дела, всё, самокат, а я что, покажу сейчас, что я заказала, итак, что же я вам покажу, яблочки здесь, я купила сок, очень хочу, что он не из холодильника, подумала, в холодильнике был, у меня вообще жор, жор, страшный жор, активия, вишнёвые взяла, это Деньки, сырок взяла, сок взяла, там, что-то не закончилось, опять, два сока заказывала, пришёл один, взялась в икорочку, такую, вот, и вот такую штуку, вишнёвую, я её убрала уже, я вам говорила, что она мне понравилась, такая, бисквит творожной сметаны, ой, прибежали сюда, прибежали, а вообще у меня, девочки, страшный жор, вы бы видели, как сегодня я ела, я ела самсу с курицей, вот есть хотела, да, и мне хотелось, что-то такое, прям вот, вот, вкусное, что-то такое, чтобы вот, и мне не хватало мокрости какой-то, бывает, знаете, что-то хочешь, всё, я, короче, ела самсу, такая, знаете, в этой, в слойчике, ложкой сметану просто докладывала, потому что она была какая-то суховата, на мой взгляд, и ещё оливье номинала, понимаете, а потом тут же, как только я это съела, обожралась, я выпила чай, две кружки чая, и ещё одну слойку с творогом из клубника съела, короче, просто у меня какой-то жор, нереально идёт, так, милая, что-то воспитывает бантик, и я прям захотела вот чего-то такого, вишнёвого, вот, как будто йогурт, мне молоко есть, а мне что-то вот хочется, я не пойму, чё, блин, ну, вот, мне вот этого бисквитного штуки захотелось, короче, ладно, всё, пошла я есть, я не знаю, когда это кончится, это у меня перед днями, прям просто нереальный жор, я как будто беременная, знаете, всё время хочу есть, я хочу сладкого, то после сладкого солёное, после солёного снова сладкое, и хочу, чтобы было мокро, вкусно, сочно, реально, как ненормально, ладно, всё, я вас люблю, целую, прощаюсь, до следующего видео, видимо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!